Церковь Божия, вообще это неоценимая, бесценная такая привычка, приходить в церковь по воскресенью. Ну, даже этого недостаточно. Первая апостольская церковь собиралась каждый день. При храме. Давайте мы коротко помолимся, что Бог каждый раз нас возвращал в свою первую любовь, за да може Бог да ни возвраща всякий път към первата любовь, защото Той първи ни възлюби. Его любовь всегда первая. И Неговата любовь винаги е первая. А когда мы познаем эту первую любовь, и когда мы воздаваем эту первую любовь, тогда каждый раз наша любовь разгорается. Благослови, Господь. Это служение. Благослови нашите сердца. Ты дал нам плотяные сердца. Они очень нежные. Эти плотяные сердца могут вместить Божие Слово. И тези сердца могут да поберут Божието Слово. Меру Твоей безграничной любви. Померката на Твоя безгранична любовь. И каждый раз познавать Твою любовь. И всякий път да познават Твоя любовь. Во всей ее широте. Во всей ее широчина. Во всей ее глубине. Во всей ее долбочина. Во всей ее высоте. Во всей ее высоте. И во всей ее долгоди. И во всей ее должина. Так говорит Божие Слово. Так оказывает Божието Слово. Превосходящее разумение, любовь к Христову. Превосходящее разумение, то и Божия, то и любовь. Наташа, я тетрадку забыл, что в портфеле. В переднем, в переднем. Нет, нет, нет. Да, вот здесь. Тонкая тетрадка. Тут план проповеди. Извиняюсь. Сегодня тема моей проповеди. И днес мой, это тема. Устройство живой церкви. Устройството на живота церква. Часть вторая. Вторая часть. Первая часть я проповедовал две недели тому назад. На прошлой неделе у нас проповедовал Александр Жданович. Сегодня я хочу продолжить. И хочу поделиться с Вами очень свежим откровением. Которое я совсем недавно получил. И вы знаете, мне оно очень понравилось. Я сидел и размышлял, это было в Бургасе. И у меня, знаете, ну, так вот, размышления пошли по такому типу. И моето мисленное беше от един таков тип, что иногда мне кажется, что Бог никуда не торопится. Иногда мне кажется, что Он вообще никуда не торопится. И иногда мне кажется, что где Бог вообще? Вот в этой ситуации я бы уже давно вмешался. А Бог как будто бы не торопится. И мне хочется Бога так поторопить. И вы знаете, интересный ответ пришел. Знаете ли, почему Бог никуда не торопится? Вот только вникните вот в эту мысль. Само помислете си малко. Если бы вы жили в вечности. Если бы вы были вечными. Ако бяхте вечни. И знали, что у вас впереди тысячи, тысячи лет. И бихте знаели, что, например, имате хиляди и хиляди години. Вы бы куда-нибудь торопились. Бихте ли бързали за некори. Знаете, я когда получил откровение вот это. И когда получил это откровение. Я очень долго буквально хохотал. Аз много, долго время си хикотих. Я просто понял, что Богу тераписал некуда. И аз разбрах, че Бог няма за къде да бърза. Он живет в вечности. И Он есть вечный Бог. И Той е вечен Бог. У Него нет ни начала, ни конца. Той няма начало и край. Он создал время. Той создал время. Очень ограниченное время. Много ограничено время. Он создал нас. И поместил в это время. И Слово Божие говорит, что жизнь человека настолько кратка. Как трава, которая просто вот так отцветает. Если понаблюдать за травой, мы можем даже люди заметить. И ако наблюдаваме травата, даже ни хората можем да забележим. Недавно эта трава была зеленая. И сегодня она жухла и желтая. И она высохла. Как быстро пролетела жизнь травы. Так в Божьих глазах пролетает жизнь человека. Библия говорит, что один день для Бога. Как тысячи лет. Так написано? Так опишет. И тысячи лет, как один день. И тысячи лет, как один день. Просто вот так. Просто мигновенно. И у меня возник следующий вопрос. И аз получих следующий вопрос. Господи. Боже. Что Тебя вообще может привлечь на этой земле? Какво изобщо может да привлече на тази земля? Что Тебя может заинтересовать вот в этом пространстве времени? Какво может да Та заинтересула в Твоя пространство? Когда здесь вот так все пролетает просто. Когда тут тук всичко си именала така. Чем Тебя можно заинтересовать? Какво можем да Та заинтересовать? В моей жизни. В мой живот. И вы знаете, пришел только один ответ. Я с получих самый один отговор. Вы знаете какой? Не знаете ли каков? Это любовь Христа. Твоя любовь Та на Христос. Только один ответ. Самый один отговор. Только любовь Сына Единородного может привлечь Бога Отца. Вот, 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 в это место. Самая любовь Та на Христос может да привлече Отца в Това мясо. Вот в этот амбар буквально. В Този амбар. Грязное место. В това мрусно място. Которое Иисус очистил Своей кровью. Което Бог и исчистил Своята крвь. И привлек туда внимание Своего Отца. И привлече вниманието на това място на Своя Отец. Знаете, как прекрасно получать свежие откровения. Колко и прекрасно да получаваме свежие откровения. Как мне стало хорошо. На мен ми стана толкова добре. От того, что Иисус привлек внимание Отца в мое сердце. Пришел ко мне в гости. И я захотел, чтобы он остался в моем доме. И стал не просто гостем. А стал моим господином. И вы знаете, как мы можем каждый раз привлекать. Вечного Бога в свою жизнь. Мы своими человеческими делами никак не можем привлечь Бога. Вот поверьте мне, никак. Потому что Слово Божие говорит, делами пред Бога не оправдается ни одна плоть. Тысячи жизней вот так просто пролетают. И Бог может их не замечать. И Бог может да не ги забележи, повярвайте ми. Почему? За что? Когда Бог замечает нас? Когда Бог не забелязва. Вы знаете, когда нас Бог замечает? Знаете ли, когда Бог не забелязва? Когда в моем сердце появляется вера. Се появляла вера. И не просто вера. И не само вера. Действующая вера. А действующая вера. Бургаса меня спросила, медицинская сестра. Как хорошо работаю в христианском коллективе? Мы-то можем параллельно размышлять. Медицинская сестра спрашивает. А чем можно усилить веру? Тя е православна. Хорошая православная. Тя много добре познала Священното Писание. очень много углубляется в Священное Писание. Чем можно усилить веру? Я тут же ей ответил. Веру можно усилить только действие. Потому что вера без дел мертва. Вера без дел мертва. Вера написана действующая любовью. Пишет, что вера действующая через любовь. Потому что действовать можно и имеет смысл только через любовь в Иисус Христа. Когда мы так начинаем действовать, мы привлекаем вечного Бога. Очень короткий промежуток времени наших жизней. В много краток период на время в наше живот Бог начинает нас замечать. Он начинает нас видеть. Он начинает нас искать. Потому что Библията говорим. Бог взыщет. Бог ще ви потърси. Бог ищет себе поклонников. Бог си търси поклонници. Които биха могли да му се покланят в духа и в истината. Не мы тогда ищем Бога. Бог начинает нас искать. А Бог започва да не търси. Когда мы двигаемся в истина. И вы знаете, я хочу открыть первое место. Я искам да утворя первое место. Оно написано в Евангелие от Луки. Восемнадцатая глава. С первого стиха я начну. С БХТВ поступила просьба сразу показывать на проектор. Чтобы сразу был виден перевод на болгарский язык. Сказал так же им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Нам должно всегда молиться и не унывать. Кто-то уже так подуныл, да и уже не всегда хочется молиться. Пишет на него слабыми. За что-то някую поздопочву да услабят и даже не искать да се помолят. Но мы призваны постоянно молиться. Убачи низмы призвани винаги да се молим. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова и она, приходя к нему, говорила «Защити меня от соперника моего». Но он долго времени не хотел. А после сказал сам себе «Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше мне докучать». И сказал Господь «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Аминь. Здесь написано очень важная истина. Написано, что Бог медлит нас защищать. Но знаете, в другом месте написано, что Бог никогда и не опасна. Вы знаете, Бог всегда приходит вовремя. Я могу даже сказать так, что Бог не приходит раньше времени. И нам может показаться, что Он медлит. Так написано в этом месте. Но также написано, что Бог и не опасна. Обаче, също така пишет, что Бог никога не закаснява. Знаете, вот хорошая поговорка. И има една много хубава пословица. Точность, вежливость королей. Че точността е учтивостта на кралете. Вот Бог никогда не опасна. Бог никога не закаснява. Скажи, Бог никогда не опасна. Кажите си, Бог никога не закаснява. А знаете, почему Бог никогда не опасна? А знаете ли, за что Той никога не закаснява? Задайте с таким вопросом. Питайте си. Это еще один ответ на вопрос будет. Това и еще один отговор на този вопрос. Потому что Бог живет вне времени. За чтото Бог живее извън времето. И Он приходит к нам. И Той идва при нас. Точно в момент веры. Точно в момента на верата. Понимаете, а чем я говорю? Он не приходит, когда нужно прийти, когда мы считаем, что нужно. Илия залил жертвенника водой. Четыреста лжепророков создали свой жертвенник. Четыреста. Четыреста пророков создали свой собственный жертвенник. И казалось бы, их жертвенник должен разгореться, потому что они сложили туда сухие дрова. И они надеялись, что хотя бы от горячего солнца этот растер разожгется. А пророк Илия залил свой жертвенник водой. Чтобы не было никаких сомнений, что это Бог сейчас разожжет это пламя. И он хохотал, или... И той се е смял. Он смеялся над языческими богами. Той се е смял над языческими богами. Он говорит, где ваши боги? И ги е питал, къде са ви боговете? Может, они там заснули где? Может, би са заспали някори. Или где-то задержались. Или са се забавили. Че-то они опаздывают. Нещо закасняват, май. У богов как-то не принято опаздывать. При боговете не е приятно да закасняват. И вы знаете, вот, ну, просто вот эта пауза. И това беше една пауза. Мокрый, залитый водой, жертвенник Ильи. Мокрый залит жертвенник на Илия. И сухой жертвенник лжепророков. И сух жертвенник на лжепророците. И люди смотрят на все это. И хората гледат всичко това. И вы знаете, точно в нужное время. И точно в нужния момент. Когато е била проявлена вера пророка. Огонь Святого Духа сошел на жертвенника. Огонь на Святия Дух е слезал върху жертвенника. И просто пожрал всю воду. И просто е погылнал цялата вода. И жертвенник разжегся. И жертвенника се запалил. И все люди увидели. И всички хора видяли. Что это не человек разжег. Это не какая-то химия. А алхимия. Это сам Бог, который просто запалил этот огонь. Это было настолько явно, что ни у кого не было никакого сомнения. И смотрите, Бог не сделал это раньше времени. И Бог не опоздал. Бог пришел из вечности. Точно в тот промежуток. Точно в онзи период. Где была проявлена вера. Можете сказать на это аминь? Наша вера. Привлекает вечного Бога. Но это очень важно. Если вы это пропустите. Ваша жизнь может просто вот так пролететь в суете. И вы можете не успеть захватиться за платье Бога. И может да не успеете да се захваните за дрехата на Бога. За Его одеяние. Чтобы Он вас благословил. За да может да ви благослови. Как и Яков, когда то охватился за одежда. Както Яков някога е хванул облеклото на Иисус. Яков схватился за одежда на Ангела. Не отпущу пока не благословиш. И е казал, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Пока его Ангел не благословил. И докато Ангел от него благослови. Он не отпустил. Это тоже был момент веры. Слава нашему Богу. Слава на нашу Богу. Хочу открыть следующее место. Оно написано во втором послании Тимофея. Пишу Гоу второе послание к Тимофею. Сегодня я хочу объяснить немного. Второе Тимофея, третья глава. Вторая Тимофея. Третья глава. Третья глава. С шестнадцатого стиха. С шестнадцатого стиха. А, даже можно с пятнадцатого. Можно и вот пятнадцать. Я прочитаю. Апостол Павел пишет Тимофею. Апостол Павел пишет на Тимофею. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Все писание Богу духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Конечно, речь идет, когда Апостол Павел писал это послание. Но тогда еще не было нового завета, правильно? Тогава още и не было нового завета. Была Тора. Имало и Тора. Была Септуагинта. Послание семидесяти, перевод. Послание на седемдесяти, превода. И вот именно вот это Апостол Павел называет священное писание. Обаче точно това Апостол Павел нарича священното писание. Но Апостол Павел уточняет. Обаче Апостол Павел правит един акцент. Вот эти священные писания. Че тези священные писания. Могут умудрить тебя. Могут да ты направят мудр. Во спасение. За спасение. Верую во Христа Иисуса. Чрез вяро в Христа Иисуса. То есть Апостол Павел объясняет. Священное писание, оно оживает только во Христе Иисусе. То есть Апостол Павел объясняет, че священното писание става живо само в Иисус Христос. Ветхий завет это только подготовка. Это только прообраз. А раскрывается Ветхий завет только во Христе Иисусе. В любви Иисус Христа. В то, что Иисус Христос сделал, совершил. В това, което и направил Иисус Христос. И знаете ли, какво значит закон на синергизма? Синергизма или синергии. Здесь написано. Закон синергии. Я буду читать медленно. Кто слышал о синергизме? Например, когда я изучал казахский язык, там это слово синергия довольно часто используется. То есть там предложения изменяются в зависимости от первого слова. Закон синергии. Свойства организованного. Свойствата на организированноето. Целого. Превышает простую арифметическую сумму свойств компонентов. Превышават просто арифметическую сумму свойств компонентов. На свойствата на компонентите. Вошедших в состав целого. Които влизат в состава на цялото. То есть. То есть. Синергизм означает. Синергизм означает. Что система как целая, как единая целая. Че система като едно цяло. Имеет больший выход. Има по-голям изход. Чем работа каждого из ее компонента в отдельности. Отколкото работа на всякий един от нейните компоненти в подделность. Приводится хороший пример. И се дава един хубав пример. По закону синергии. Че по закону на синергизма. Один плюс один. Один плюс один. Равно трём. Е равно на три. Знаете ли зашто? Библия тоже об этом говорит. Библия също говори за това. Библия говорит это так. Библия го казва последния начин. Один будет поражать тысячи. Един ще поразява хиляди. А двое. Пак двама. Будут поражать десятки тысячи. Ще поразяват десет хиляди. И казалось бы нелогично. И ще не се стори, че не е логично. Но срабатывает закон геометричкия прогресия. Обаче тук работи закона на геометричката прогресия. Что это значит? Какво значи? Сума людей. Че сума на хората. Може сделать намного больше, чем один отдельно взятый, талантлив и гениальный человек. Може да направи много повече, отколкото един талантлив човек. Я могу, например, привести пример. Например, чтобы создать фильм Страсти Христовы. За да се создаде фильмът Страстите на Христа. Нужна была мощная команда. И трябвало да има един много мощен экип. Мел Гибсон, конечно, талантлив и режиссер. И Мел Гибсон, разбирайся, е много талантлив режиссер. Но в одиночку. Обаче един сам. Он бы не смог создать такого гениального фильма. Той не би могил да создаде подобен фильм. Можете со мной согласиться? Согласни ли сте? Работала команда. Там е работил цял экип. В современной киноиндустрии. Ну, вообще, с одной камерой. Само с одной камерой. Ну, редко можно создать хороший фильм. Могу редко, кой может создаде един кубов фильм? Сейчас создается фильм. Я недавно видел рекламу. И наскору видях одна реклама. Часа создава един фильм. Продолжение фильма Аватар. Продолжение фильма Аватар. Ну, это уже последние технологии. Обаче, това са последните технологии. Я хочу сказать, что в создании этого фильма Искам да кажа, че создаването на този фильм Участвуют уже десятки тысячи В него участвуют вече Десетки хиляди хора. Специально обучени оператори Специально обучени оператори Которые делают каждое свое модуляции Через интернет Които правят всяка своя модуляция Через интернет Фильм, который мы уже смотрели Аватар Които вече сме гледали Аватар Кто смотрел Аватар? Кой го и гледал? Ну, гениальный фильм, правда? Той гениален Можно ли было этот фильм создать Одному или двум человекам? За этим фильмом стоит огромная колоссальная команда Невероятно колоссальный труд Здесь срабатывает закон синергии Когда одна команда решила создать что-то великое У нее это может получиться И это же не может получиться у одного отдельно взятого человека Но очень важно Войти в синхрон Я прочту очень коротко басни Я ще прочту една много кратка пословица Може би кто-нибудь ее вспомнит Може би някой ще се вспомни за нея Когато в товарищах согласия нет Когато в приятели няма согласие Налатых дело не пойдет Делото им няма да тръгне И выйти из него не дело только мука Няма да стане дело, ами ще стане мука Однажды лебедь, рак да щука Вести с поклажей ввоз взялись И вместе трое все в него впрыглись Из кожи лезут вон А возу нет все в ходу Поклажа бы для них казалась и легка Да лебедь рвется в облака Рак пятится назад Ракът тръгва назад А щука тянет воду А штуката дърпа към водата Кто виноват из них И кой от тях е виновен Кто прав Кой от тях е прав Судит ни нам Ние няма да съдим Да только воз Обаче тежеста И ныне там Все още е там Абсолютно гениална басня Кого? Това гениална пословица на кого? Знаменитая басня Крилов Который говорит о том Что собралась одна команда Което каза за това Че се е събрал един экип Но каждый тянет в свою сторону Обаче всеки се дърпа на своя посока И вот и ныне там И тази тежест все още стоит там Мы не сдвинемся И ние няма да потръгнем Что нам нужно сделать? Какво трябва да направим? Нам нужно войти в синхрон Трябва да се синхронизираме Иметь одну цель Да имаме една цела Иметь одно видение Да имаме едно виждане И двигаться согласовано И да се движим Като се съгласяваме един с друг Можете стоять на это аминь? Аминь Для этого церковь создавалась За твое было создание на церкви И нашей главой является Иисус Христос И наш это глава Иисус Христос А мы его тело Покнись в негоду тяло И вы знаете как работает тело И как работает тяло Вы знаете вот просто Самый простой пример это У меня есть рука И в один момент эта рука начинает Просто вот так Независимо от меня двигаться Дергать меня за нос Ворвать мне волосы И в один момент Реката ми започва Да се движи спонтанно Да ми дърпа косата Носък Охото И целиться в глаз И се целив В окото ми Тя не е послушна Что мне делать с рукой Если эта рука Меня начинает Соблазнять Какво да правя с руката Си ако тя започва Да не соблазнява Иисус Христос Советует Иисус Христос Не советва Если рука Соблазняет тебе Ако руката Тя соблазнява Отрежу ее Выброси ее вон Это слова Иисуса Христа Следствие непослушания Если что-то в моем теле Не послушно И уже мне не принадлежит То есть гангрена возникла Мертва Я не чувствую это Хирурги что делают Они эту часть Просто отрезают Для чего отрезают Чтобы не погибло Все тело Правильно Я не говорю Как это глупость Это жизнь наша Это наша реальность Мы призваны К тому Чтобы быть послушны И значит Что есть послушание Христу Это есть послушание В теле Христовом Это есть послушание В церкви Послушание тем Кто поставлен Рукоположен Послушание Но не изикует Сопоставение Рукоположение Послушание апостолам Пасторам Послушание на апостолите На пастолите Евангелистам На евангелистите Учителям На учителите Ну так или не так Так Библия говорит Так оказывает Библия Иисус Христос Поставил одних Апостолами И так далее И тому подобное Это Божие устройство Это Божие устройство Давайте мы об этом Прочитаем Послание к Ефесянам Четвертая глава Четвертая глава С тринадцатого стиха Написано так Доколе все Придем в единство Верой И познание Сына Божия В мужа Совершенного В меру полного Возраста Христова Дабы мы Не были более Младенцами Колеблющимися И увлекающимися Всяким ветром Учения По лукавству Человеков По хитрому Искусству Обольчения Но истинно Любовью Все возвращали В Того Которую есть Глава Христос Из Которого Все тело Составляемое И совокупляемое Посредством Всяких Взаимно Скрепляющих Связей При действии В свою меру Каждого члена При действии В свою меру Каждого члена Каждый член Церкви Божией Участвует Всякая Церковь Это Божие Участвует Получает Прерращение Для съездания Самого себя В любви Можете сказать На это Амин Это Слово Божие Твое Божие Это Слово Одно место Которое Я сегодня Хочу поднять Оно написано В книге Деяния Семнадцатая глава С десятого стиха Давайте мы прочтем Внимательно Братья же Немедленно Ночью Отправили Павла И силу В Ирию Куда они Прибыв Пошли В синагогу Иудейскую То есть Павел И сила Пошли В синагогу Иудейскую У Павла Всегда Было Такое Обычие В какой Город Он не Приезжал Он Сразу Шел В синагогу И Павел И Открывая Тор Он Начинал Евреям Благовествовать Об Иисус Христе Пророк Пророк Ну смотрите Что написано В 11 Стихе Бачи Стали Очень усердно Каждый день Разбирать Священное Писание И Вы знаете Что нужно Чтобы войти В синергия С Богом Нужно Хорошо Знать Священное Писание Потому что Что такое Священное Писание Это Слово Всемогущего Бога И там Много Ясно Се Изразява Волята На Бога За нас Хората Правильно Читая Слово Божье Ты Начинаешь Понимать Характер Бога Его Неговите Качества Его Ипостаси А Новый Завет Дает нам Вход Во Святая Святых Бога Иметь с Ним Самое Тесное Общение Во Христе Исус И там Мы Получаем Единство И Становимся Едиными С кем Самим Великим Вечным Богом Это Синергия И Мы Начинаем Двигаться В Нем Мы Начинаем В Нем Обогащаться Мы Начинаем В Нем Пребратать Его Качества Его Разум Христов Те же Чувствования Что и во Христе Иисус Познавать Волю Которая Блага Угодна И Совершенна И Становимся Причастниками Божественного Естества И Смотрите Нам Очень Важно Приобрести Вот Это Качество Сегодня Не Торопиться Да Не Пързаме Я Вже Говорил На Тази Тема Я Из Тех Пастырей Которые Не Вмешваются Это Навик Пришел С Годами Я Вмешваюсь Конфликти Я Не Вмешваюсь В Нечи Сборове Моисей Так Библия Нас Так Учит Что И Бог Так Поступа Под Подобен Начин Еще раз Повторю Это Мысль Бог Сам Бог Не Вмешвается Туда Куда Его Не Просит Потому Что Бог Уважает Суверенитет Каждого Отдельно Взятого Человека И Бог Вмешвается Туда Там Где Проявлена Вера И Где Мы Его Попросили Где Мы Начинаем Стучаться Господь Помоги Нам Стучащ Му Да Творят И Кто Ищет Только Тот Кто Ищет Кто Не Ищет Не На Който Не Търси Няма Да Нам А Кто Ищет На Ходит Аминь Ще Нам То есть Мы Просим Бога И Ако Молим С Вяра То Всегда Получаем Если Просим По Воле Его Не Просим Для Своих Вожделений Правильно Да А Просим Для Нашего Внутреннего Духовного Человека То Что Соответствует Божьим Планам Знаете Как я Сегодня Отношусь К Планированию Я Не Планирую Сегодня Что Сам Сво Человеческое В этом Нет Никакого Смысла Бесполезная Трата Трата Времени Планирование Бесполезная Трата Времени До Какого Времени У Яков Написано Вот Кто Говорит Някой Казва Поеду В Такой Город Ще Уйти В Някой С Град Ще Направя Хубав Бизнес Стану Богат Человек И Ты Не Знаешь Дали Доживеешь До Вечерта Вместо Того Чтобы Говорить Если Господу Будет Угодно И Жив Буду То Сделаю То И То Тогда Планирование Име Смисъл Понимаете Когато Наше Видение Соответствует С Видением Божьим Когато Наше Плани Входят В Его Плани Когато Нашите Планове Влизат В Неговите Планове Тогава На Бог Му Е Лесно Много Му Е Лесно И То Что Касается Наших Мечтаний И Оно Което Се Касае Мечтите Ни Миналия Път Александр Жданович Друг Проповедник Е Казал Много Хубава Проповед За Това Че Ако Ние Не Мечтаем Наша Живота Не Ще Изгас Я Просто Искам Да Добавя Малко Кам Тази Проповед Нашите Мечти Треба Да Се Ответстват На Божи И Ако На Бог Му Е Угодно И Ако См Жив Нека Тази Мечта В Господ Се И Знаете Бог Легко И И На Бог Му Лесно Да И Нашите Мечти Когато Мы Соответствуем Его Воле И Затова Библията Много Лесно Ни Казва И Правда Е А Все Остальное Оно Приложится Вам То есть Оно Идет Като Бесплатно Приложение Господи Я Об Этого Не Мечтал Мы Иногда С Наташа Та Говорим Исполняется Когда Мы Исполняем Волю Бога Исполняется Не только Наши мечти Исполняется То О чем Мы Даже Не могли Мечтать То Что Наши Глаза Не Видели То Что Наши Уши Не Слышали То Что Мы Не Могли Представить Как Прекрасно Будье Исполнителем Волей Божией И И Бог С Бог С И Мечта Это Написано В Евангелии От Матфея 28 главе Бог Желает Чтобы Все Спаслись И Достигли Познание Истины Знаете Вот Сегодня Немножко О Сианской Клинике Скажу Год Тому Назад Мы С Наташей Были В Город Сиан Это Древняя Столица Китая И Бях В Най Голяма Клиника За Лечение На Детские Болести И Някога Тази Клиника Имала Мечта И Это Было Очень Давно Более 200 Лет Тому Назад Одна Врачебная Семейная Династия Начала Мечтать О том Чтобы Иметь Свою Детскую Клинику И Они Открыли Такую Клинику И Она Была Всего Лишь На Семь Человек На Семь Ко-й-ка Мест И Начали Принимать Детей И Со Время Им Дело У них Пошло Через Какое-то Время Они Открыли Клинику На 70 Места Прошло Еще Два Поколения У них Появляется Мечта Открыть Клинику На 700 Человек И Через Какое-то Время Начинают Строить Вкладывать Свои Финанси В Тази Клиника Через Какое-то Время Они Выстраивают Клинику На 700 Ко-й-ка Мест И След Някако Время Те Строят Клиника За 700 Душ Тази Клиника Все Още Существува И Когато Са Построили Клиника За 700 Душ Те Започнили Да Распространяват Слава Та Си За Това Че Те Много Добре Ликуват Дец Детска Церебральная Паралича Дети Которые Нигде Не Получили Эффект Получают Там Эффект У них Появляется Вера На 7000 Ко-й-ка Мест Мы С Наташ Стали Свидетелями Стоит Старая Клиника На 700 Ко-й-ка Мест А За Ней Уже Построена Клиника На 7000 Ко-й-ка Мест И Тя Вече Готова За Отварение И Со Всего Мира Привозит Детей И Дети Получают Резултат А Начиналось Семи Семи Дет Семь Дет В Эта Клиника Работает Очень Много Христиан Которых Я Видел По Христианским Крестикам И В Тази Клиника Работят Много Христиани Распознал Сем Ги По Христианск Я Узнавал По Ихним Улыбкам И Мы С Наташа Видели Вот Эту Атмосферу Которую Они Там Създали Лично Я Верю Что В Эта Клиника Активное Участие Принимает Подземная Китайская Церковь И Лично Аз Вярвам Че В Тази Клиника Много Голямо Участие Приема Подземната Церковь В Китай Почему Потому Что Тази Клиника Стала Огромна Персонала Там Уже Нескак Тысяч Человек И Създана Особа Атмосфера Мы Пережили Там Особену Любовь Ребенок Когато Поступает В Тази Клиника Он Сразу Акунается В атмосферу Любви Очень Много Внимание Им Детям Их Носят На Руках Их Обнимают С Ними Играются Очень Много Самых Невероятных Тренажеров Для Разработки Самых Тонких Движений И Конечно Тези Дети Получават Много Добър Резултат Что Значит Иметь Мечту Которая Соответствует Мечте Бога Която Да Соответствва На Мечтите На Бога И Бог Като Вижда Тайно Той Ще В В В В Наш Црква Тоже Есть Такая Мечта Я Верю В Това Че Тя Ще С Осуществи Несмотря На Такое Тежелое Время Тя Мечта Существи Потому Что Она Угодна Богу Она Для Того Чтобы Сдел Что Хорошее Тя За За Да Се Направи Нещо Много Добро И Вы Знаете Поступает Ко Мне Ребенок Он Принес В Его Четыре Годика На Неговите Четыре Години Но Это Бывает Конечно Очень Редко Он Пережил Наподобие Геморрагического Инсульта То есть Была Травма Какие-то Сосуды Главного Мозга Лопнули Участок Главного Мозга Залило Крови Нарушило С Кровоснабжение А Плюнул Участок Главного Мозга С Левой С И Мы Знаем Врачи Что Есть Хиазма Перекресток Нещо Като Кръстопът Да И У него Отняла Права Рука И Дясната Моя Рука Се Отнела А Он Правша И С С Ему Уже Девят Лет И Он Ничего Рукой Не Може Очень Красив Мальчик Очень Умно Очень Позитивно Настроено И Мы Начинаем С ним Работать И С Смотрите Тема Послушание Он Пытается Поднять Свою Руку И Он Не Може Потому Что Этот Участок Некротизирован Он Не Работает Я С Объяснявам На Това Момче Тебе Нужно Задействовать Веро Ты Должен Понять Например Ты Не Можешь Поднять Ру Ты Закрываешь Глаза И Представляешь Что Ты Рукой Двигаешь В Этот Момент Происходит Особенная Реакция Нерогенная Реакция Так Старый Участок Мозга Уже Не Работает Но В нашем Мозге Есть Колоссальные Резервы Ресурсы Которые Незадействованы Которые Спят Их Надо Задействовать Ты Своей Верой Своим Представлением Отправляешь Импульс Который Начинает Постихонечку Пробиваться В новый Участок Мозга Который На себе Возьмет Функцию Движения Руки Он Все Я все Понял Закрывает Глаза Начинает Работать Главное Тебе Уловить Первое Движение Сделать Первое Движение Самое Трудное Возможно Через Несколько Дней Через Несколько Недей Ты Только Шелкнешь Пальси И Мы Начали С ним Работать Я Назначил Му Травы Делал Какие Таблю Масажи Масажи И Работать С ним С Душой И Започнах Да Работя С Негов Душа И Той Много Отворен Момче С Много Добра Мотивация Через Какое Время Начали Шевелиться Пальци И След Някако Время Прстите Му Започнаха Да С Движат И Один День Той Идва С Баща С Рука Раката Му Все Не Наполно Възстановлена Но Он Начал Ги Двигать И Он Говорит Смотрите Что Я Уже Могу Подзывай К себе Папа И Баща Си Баща Му Идва Гледа И Он Вот Это Правой Рукой Начинает Делать Вот Такое Движение Вверх И Касается Указательными Пальцами Его Носа И Докосва С Показали Носа Му И Такая Радость И Толкова Гуляма Радость И Становится Послушна Мы Можем Сделать Что Целенаправлено Когда Наше Тело Непослушно Мы Ничего Не Можем Да Ничего Я Был В Саргадневном Посту Наталья Свидетел На 39 День Меня Не Могу Сказать Что Парализовало Это Было Как Паралич Беше Не Что Като Парализа Просто У меня Не Было Сил Шелох Ну Не Было Никаких Сил Я Просто Лежал Как Мертвый А На 41 Нужно Было Ехать Диагностический Центр Для Того Чтобы Провериться Там И На 41 Голодание Это Было Полное Голодание Только Вода Я Просыпаюсь Утром Я Говорю Господи Мне Надо Сейчас Встать Боже Трябва Сега Да Сега А Я Не Могу Поднять Руку Не Мога Да Си Помрдна Регата Трябва Да Сляз От Четвёртия Этаж Надолу Трябва Коя 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 Да Им Раскажа За Иисус Христос Казвам Господи Молите Вдигни Раката И Гледам Че Раката Ми Сама Се Вдига Левата Рака Левата Рака Се Напълва С С Вдига Помолился Хорошо Встал Поднялся Оделся Спустился Вниз И Вы знаете Вот это Особенное Чувство Я Пережил Особое Водительство Святым Духом Каждое Движение Которое Движение Кое Движение Я Делал Молясь Прося Бога О силе Потому что Сам Я Не мог Это Делать И Чувствовал Что Если Я Немножко Выхожу Из Потока Сила Мгновенно Меня Оставляет И Опять Начинаю Молиться Я Спустился Сел На Машину Потому что В этот день Все Были Заняты Это Был Понедельник Никто Не Мог Меня Подвести Я Сел За Руль И Единствено Что У меня Было Полностью Нарушено Я Не Мог Этим Савладать Была Нарушена Акомодация И Конвергенция Глаз Беше Нарушено Зрението Ми Акомодация На Очи Не Не Можех Да Концентрирам Поглед Си И Тогава Аз Започнах Да Экспериментирам Да Пробвам И Я Закрыл Один Глаз И Поехал С Одним Глазом Карам С Одним Глазом Нужно Проехать Но В принципе Не так Далеко Это Было Где-то Километров Пять Доехал Туда Блага Там Был Лиф На Девят Етаж И Когато Стигнах Там До Тот Диагностичен Центр Лекарите Ме Посрещнаха И Просто Санцера Ме Подхванаха Положили Мене На Кушетку И Напълно Ме И Результат Невероятно Впечатлил После Обследвания Они Сказали Мене Что Ваш Мозг И Ваши Внутри Органи Стали Като Новорождено Младенство Са Станали Като Новородено Дете То После 40 Дней Голодания Все Ваше Тело Обновилось Можем ли Внести В эти Данные В Можем В Наш В П П П П Изследваме Човек С 40 Дневно Голод Я Говорю Конечно Можно Я След И Приехал Затова Затова Дойдух Тук Только Там Отметьте Пожалуйста Что Это Не Было Голодание Это Был Пост Пост В Слава Господа У нас Была Остра Нужда И Мы Влязохме В Пост И Молитва И Бог Ответил Нам Я Начал Рассказывать Об Иисус Христос Слава Богу Вот Сегодня Я Об Это Сегодня Я О том Что Насколько Важно Быть Послушными Я Хочу Сказать Друг Другу Не Обязательно Только Пастор Днес Искам Да Това Че Трябва Да Сме Послушны Един На Друг Не Само На Пастора Вот Чтобы Задействовать Свою Руку Нужно Задействовать Очень Много Механизмов Это Уже Есть Закон Синергии Чтобы Церковь Была Послушна К Христу Нужно Взаимное Послушание Следующий Раз Буду Говорить Об Обличении О том Че Мы Всички Нуждаем Понякога Да Изобличаваме Один Друг Но Опять же Я хочу Сделать Поправку Кога Имаме Право Изобличаваме Во-первых Когда Мы Делаем Это В Любви В Божия Любви Потому Что Бог Кого Любит Того Обличает И Наказва Бог Не Го Прави Сво Гнева Бог Делает Это Из Позиции Любви И Второе Когда Бог Готов Это Услышать И Принять И Второе Нещо Да Го Правим Когато Човек Готов Да Го Прием Не Делайте Это Когда Вас Не Просит Не Го Правите Когато Не Ви Молят Нам Очень Важно Приобрести Один Очень Хорош Навык Вмешиваться И Помогать Друг Друг Толка Тогда Когато Нас Об Этим Попросили Когато Ни Молят За Това И Не Лезь Туда Куда Нас Не Просят Когато Ни Молят Это Очень Много Мощен Духовен Закон Потому Что Бог Так Делает Бог Не Открывает Пинком Двери Нашего Сердца Не Вламывается В Наша Жизнь Бог Очень Нежен Бог Ждет Когда Мы Попросим Бог Чака Ни Да Го Помолим Бог Изцеляет Сокрушенных Сердцем Бог Изцелявал Нези Които Са Сокрушени В Сърцата Си Когато Ни Го Молим Да Не Изцелим И Исус Прашивает Слепого Исус Пита Слеп Човек Било Ясно Какво Иска Слеп Човек Чего Ты Хочешь Вопрос Чего Ты Хочешь И Слепой Мартимей Говорит Что Бо Мне Прозреть И Той Казва Искам Бог Очень Важно Что Ты Хочешь Бог Очень Важно Что Ты Захотел Бог Очень Важно Что Ты Проявил Веру И Бог Очень Важно Что Ты Попросил Его Бог Смиренным Дает Благодать А Гордым Противец Бог Проходит Мимо Гордых Вот Живет Гордый Человек И Он Абсолютно Невидим Для Бога Давайте Мы Это Запомним Гордые Люди Живут В Таком Состоянии Когда Бог Не Может Увидеть Потому Что Они Надеются На Себя На Свои Деньги На Силы Хвалят С С С С С С С С Образованием Бог Им Не Нужен Бог Не Не Нужен Бог Говорит Ну Хорошо Если Я Не Нужен То Живите С А Нам Нужен Бог Я Хотел Чтобы У Нас Церковь Она Просто Горела Знаете У Нас На Сам Деле Мощная Церковь Маленькая Церковь Но Очень Мощная Въпреки Че Малка Ця Много Мощна С Мощные Молитвеники Много Молитвеници Хорошие Благословенные Проповедники Просто Народ Еще Не Може Это Пока Осознать Потому Что Народу Пока Еще В Эта Стране Бог Особо Не Нужен Потому Что Пока Еще Горе Долу Более Менее Хорошо Всичко И Народ Знаете Когда В стране Начинает Я могу Сказать Одно Пророчество Днес Когда В България Произведут Кареные Перемены Когда В България Начнутся Кареные Перемены Духовное Пробуждение Когда България Опустится До самого Дна До самого Дна И не поймет Что България Нужен Бог И Кроме Бога Ей Никто Не Поможет Никто Ни Царь Ни Человек Когда У всей Нации Возник Вот Этот Закон Синергии Страшная Жажда По Бога Вот Тогда Бог Придет Для всей България Ще Дойде За Цял България Вот Сейчас Это С Украиной Происходит А Краина Опустилась До самого Дна И Люди Там Начали Вопиять Церковь Там Мобилизировалась И Обща Масса Людей Украинцев Начинает Поднимать Руки К небу И Общата Масса На Украинците Започва Да Господь Ты Нужен Нам Боже Ни С Нуждаем Без Тебе Нищо Не Можем Аминь Или Не Аминь Но Вот Это Правда И Това Истина Нека Бог Ни Благослови Я Хочу Прочитать Последнее место Оно написано Послание К Ефесянам Пиши Гол Послание К Ефесяни Галатам Галатяне Извиняемся Галатам Шестая Глава Шестая Глава С первого Стиха От Порвестих Это Будет Переход К Следующей Проповеди И Тва Тема Очень Важная Послание Галатам Шестая Глава Галатяне Шестая Глава С первого Стиха От Порвестих Братья Если Впадет Человек Какое Согрешение Вы Духовные Исправляйте Такового В духе Кротости Это Очень Важно Чтобы Мы Не Сами Исправляли Своими Силами А в Духе Кротости Что Это Значит В Духе Кротости Означает Всего Лишь То Что Я Через Себя Как Духовный Человек Позволяю Богу Который Есть Любовь Исправлять Моего Брата Или Сестру И Тогда Становится Понятно Что Не Я Исправляю А Бог Исправляет Состояние Любви Исправлять Такового В Духе Кротости Наблюдая Каждый За Собой Чтобы Не Быть Искушенным Носите Бремена Друг Друг И Таким Образом Исполните Закон Христов Ибо Кто Почитает Себя Чем Нибудь Будучи Ничто Тод Обращает Сам Себя Ну Допустим Я могу Так Сказать О Я Пастыр Я Такой Духовный Человек А Вот Этот Брат Согрешил Я Ставлю На Замечание Потому Что Я Пастыр Имею Такую Власть Брат Согрешил Ну И Все И Поставил На Замечание Осудив Брат И Знаете Если Я Это Делаю По Человечески Через Какое Время Бог Начинает Меня Судить Тем же Судом Как Я Судил Брат Своя Брат А Вот Когда Нет Самомнение А Когда Мы Позволяем Духу Святого Трудиться В Нас Знаете Мы Так Же Призваны И Пастыря Обличать Правда И Это Звучит Писание Примерно Так Обвинение На Пресвитера Принимая При двух Трех Свидетелях Это Не Значит Что Мне Надо Пригласить Двух Трех Свидетелей Которые Как Понятые Сидели Два Два Три Свидетеля Имеется В Люди Христиане Членов Наши Церкви Или Люди Которые Оказались Свидетелями Какого Преступления Которые Которые Пастыр Совершил Которые Пастыр Например Пастыр Увидели В городе Пьяно И он Ведет Себя Как-то Вот так Несуразно И оскарбляет Людей Или там Подрал С кем Мы берем Этого Человека И Виждали ли Сте Го И те Казват Да Виждали Сме Го Приглашаем Его Собрание Еще Один Человек Говорит О том Что Пастыр Там Сделал Какое-то Преступление Еще Одно Свидетели Привели Сделали Членское Собрание И эти Два Три Свидетели Выступили Или Третий Свидетел Говорит О том Что Я Слышал Что Пастыр Говорит Ересь То Что Совершенно Не Соответствует Евангелие То Иисус Христос Не Господь И так Далее Так Происходит Обличение Пастыра Или Любого Другого Пресвитера То Подобен Начин Случва Обличение На Пастыра Или Друг Священек В Цирквата То О чем Я Взаимно Исправление В Теле Господне Мы Все Нуждаем Во Взаимной Коррекции То Для того Чтобы Совершить Это Движение Рука Непослушна Мне 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 Какую-то Часть Мышцы Мускула Своего Принудить Буквально Да Принудим Вести В состояние Послушания И Да Я Вкарам Состояние На Послушание В духе Кроткости Чтобы Эта Часть Тела Стала Послушна Господа И Вновь Начала Омываться Драгоценная Кровь Иисуса Христа И Отново Да Може Да Започне И Все Это В Любовь Вот В Таком Состояние Нет Никому Осуждение И И Сус Нас В Это Устремляет Что Мы В Теле Господнем Были Мобильны Мобилизированы В Тяло На Господ И Можем Доносим Хубави Плодове И Слава На Господ Слава Нашему Богу Слава На Наш Господ И Четвертый Стих И Четвертый Стих Каждый Доиспытывает Свое Дело И Тогда Будет Иметь Похвалу Только В Себе А Не В Другом Ибо Каждый Понесет Свое Бремя Наставляем Словом Делись Всяким Добром С Наставляющим Не Обманывайтесь Бог Поругаем Не Бывает Что Посеет Человек Той Пожнет Сеющий Плоть Свою От Плоти Пожнет Клиния А Сеющий Дух От Духа Пожнет Жизнь Вечна Делая Добро До Не Унываем Ибо В свое Время Пожнем Если Не Ослабеем И Так Доколи Есть Время Будем Делать Добро Всем А Наипаче Своим Поверим Аминь Давайте Мы Коротко Помолимся Слава Теб Всемогущий Бог Господь Пусть В Церковь Придет Святое Послушание Во Святом Дух Ты Много Желаешь Делать Господь Здесь Болгария Через Церковь Через Святое Тело И Твое Тело И Днес Е Помазано Для Того Чтобы Благовествовать Для Того Чтобы Изцелять Сокрушенных Сердцем И Для Того Чтобы Отпустить Измученных На Свобода Проповедовать Лето Господне Благоприятное Господь Прими От нас Сегодня Всю Славу И Честь И Наше Благодарение Во Имя Нашего Господа Иисус Христос Аллилуйя Аминь Сестра Надо Ехать Да Вам Или Сегодня У нас Еще Трапеза Господня Поэтому Если у Вас Есть Время То Немножко Еще Задержитесь Время Время